Дурной пример заразителен. Олицетворением этой пословицы стали нижегородские водоемы, которые едва покрылись тонким слоем льда. В понедельник на озере Щелковского хутора утонул рыбак. Но это никого не испугало. Люди гуляют по неокрепшему льду, причем зачастую это родители со своими детьми. Вы знаете, вот буквально около берега, где видно, что небольшая льда. Например, какой другим подаете детям, которые без родителей? Ну, я думаю, что мы никаких вот таких вот действий не совершили, буквально познавательных целей. Вы вон посмотрите, на коньках катаются. Вот спросите, почему они там. На лед зачем выходить? Опасно! Хочется кататься? Ну, есть катки, будут все, зима впереди. Сейчас хочется кататься. А вы знаете, что это очень может плохо кончиться? Так, по тени. Не знаю. Вчера рыбак вот один погиб. Андрей, сюда пошел. Иди сюда. Аккуратно. Он тоже аккуратно. Далеко не заходил. Краю. Мы вчера еще увидели, что здесь люди по льду ходят. Вообще, мы как раз с подружкой обсудили это вечером. Я считаю, что человек утонул. Я вообще считаю, что это просто... Показывали по телевизору, как утонул мужчина. А они все равно. А вчера вообще еще тоньше было. Они вон там по краю ходили. А сегодня больше народу сидят. Не опасно? Нет. Нет. Даже не опасно. Я на коньках катаюсь. Вчера рыбак погиб. Вы знаете об этом? Не знаю. Провалил. У них уже, наверное, звук по фазе. Извините, я уже грубо говорю. Они не понимают. Им кажется, что это лед встал. Люди же стоят. Взрослые показывают пример. А здесь бывает полиция? Гоняют? Ну, я не видела ни разу. Возможно, они гоняли, но вот мне ни разу не попадались. Ну, сейчас, может, вы озвучите. Начнут гонять. Я так думаю, Егор. Скажите, пожалуйста, а почему на лед-то вы вышли с ребенком? Просто вышли. Вы хотите нас стругать, да? Я так понимаю. Ну, лед-то, в принципе, 3-4 сантиметра. Но так мы поблизости погуляем, не уходим на дачу. Но 3-4, это же немного. Ну, это немного. Но это правильно ходить по льду? Это можно? Неправильно. Я считаю, что это неправильно. Но я ходу. Почему? Ну, вот мне захотелось погулять по льду. Понимаете? Если вы хотите меня пристыдить или еще кто-то, хорошо, у вас это получилось. Один только вопрос. Почему вы здесь? Середина ноября, лед еще тонкий. Ну, нормально. Воздух. Совсем проще. Не должно быть. Ну, ведь где-то вы не промерите. Вот здесь, вот так, так, так. Нельзя, да? Вчера один рыбак утонул на щелчке. Я понимаю, где-то он сделал. А вчера еще рано было. А сегодня нормально. Вы не боитесь ходить по льду? Нет. В ноябре? Нет. А вы проверьте лед. Пронять? Только что проехал конкадежец. Мы посмотрели, как он катается. Мы посмотрели, как рыбаки. Мы посмотрели, какая толщина льда. Попробовали, хорошо. Я вчера тоже говорила здесь. Я возмущалась. Тихо просила. Ну, я мальчикам сказала, что, извините, он уже один туда прям провалился. Вчера? Вчера, да. Ну, так по колену он вышел, да. Ну, говорю я, говорю, родители ходят, да. Напомню, что морозы стоят в Нижегородской области еще только несколько дней. По данным МЧС, лед еще не достиг той прочности, когда на него можно безопасно выходить. Продолжение следует.